всем привет ребят с вами алексей 24 и мы продолжаем проходить игру про лари лафера ну что ребята продолжаем приятного вам просмотра телескоп наверное заброшу сюда свои монеты полин не кажется плохая идея и же потом не будет монета ну что смотрим в телескоп а ну что смотрим итак посмотрим и что же мы такого интересного здесь увидим давай сюда это должно быть тот самый галактический какой-то там этот ничего здесь могло бы привести меня к фей а так давай посмотрим не знаю каком животное принадлежало но явно было большим так что у нас там этот остров кажется жутким это просто остров понятно и кажется это густые джунгли как что замыкается ли кольцо под водой еще постараться надо чтоб на конца острова мне понятно что здесь кто бы мог подумать это же вода понятно здесь чем вижу спасатели хотел бы видеть женщину или мужчину кому бы это принадлежало думаю это хорошее местечко для плавания нет больше там ничего интересного здесь что джунглах есть какая-то фигня этот тент точно из отеля и крайне подождительно нужно попросить об этом бобби здесь нет следов понятно нету так нету а больше никуда не могу поглядеть что ли это остров ибите очень интересно ладно назад а интересно губит и так где находится ты уже знаешь что не случилось а нет нужно больше информации и так надо подойти мысли пип мне сказал у бобби наверно узнать надо бобби ты это главарь каешь здесь как дела я видел тент из отеля в джунглях но что это за место не твое дело это не имеет отношение к твое фейт ну ладно мне пора тогда ладно переходим я знаю с кем еще можно поговорить в принципе так 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 переходим по е я не говорил по идее с той девушкой которая защитница окружающей природы она у нас а в буфете или как я называл это место кухня может быть она что-либо знает ну как вариант ты имеешь к этому хоть какое-то отношение и птица рассказывала я похож на человека которому нравятся грязные пташки честно говоря похож то есть так давай еще раз посмотрим предметы информационная брошюра еще раз мы ее читаем лифтовка я нашел готичный номер фейт написано что-то фестиваль и котором мог тут проводиться фестиваль пожарящие подарит вам не кончайное веселье и встречи с отличающим музыкантом звезды кино интернета нашего времени чувствительное наслаждение самые крутые люди современные не ждут вас на экзотическом архипелаге а еще ходит легенда пещере где хранится все знания галактический фестиваль ждет вас все понятно надо было прочитать сначала листовку чуть я тупанул реально уже в этом прохождении друг их есть про галина это тент из отеля крайне подозрители нужно спросить об этом бобби а я в принципе спросил так а теперь надо заглянуть на берег вижу спасатели спасательная вышка так вот думать нехорошее место для плавания так это что очевидно кто-то пошел от залива в джунгли маленькие ножки это видно как печаток кругленького предмета но что-то мне напоминает кругленького предмета а мне нужно больше информации и только после этого надо перейти именно к шонни тут маленько запутано получилось то есть прочитать листовку о фестивале а пойти получается уже к биноклю после этого детально рассмотреть тот пляж со следами и после того как мы следы разглядели мы должны подойти к шонни иначе у нас варианты диалога этого не будет ну что шони давай поговорим ура наконец-то открылся диалог ребята открылся после того когда в бинокле детально левый берег левую локацию детально полностью осмотрю и так я знал мне нужен диалог именно с ней я знаю эти светящиеся штуки фестиваля ты там была там была целая коробка таких именно как ты там была да и все должны были носить и никто не подумал взять фонарики ночью оказывается может быть а темно так на фестивале должна была быть а на фестивале должна быть одна блондинка высокая стройная возможно фиолетовом платье могла выглядеть немного растерянно она должна была там быть подумать помни кажется припоминаю она мокалась туда-сюда как будто не знала как там оказалось можешь помнить куда она пошла после фестиваля умню она шла к бухте полумесяца после этого я больше не видела это наверняка было фейт она была в бухте полумесяца вот этот диалог мне ребята был и нужен я долго не мог его получить я уже начал тупить реально в игре я еще раз напомню надо в бинокле все детально рассмотреть тогда а скрипт диалога откроется вот залив форме полумесяца отлично кто-то собрал мусора понятно я где-то уже видел такой логотип на этих мусорных мешках вот это мне и надо было щелкнуть а иначе диалоги не открывается все отлично теперь по моему лари видел все после этого открывается где подожди мне нужно больше информации теперь ребят я просто с этим биноклем маленько затупил у меня игра дальше просто не шла я был полностью в тупике мешок с мусором нашли получается вот эти светящиеся фигни и теперь у нас на столовой получается ждет наша зоу защитница или как ее там назвать из не надо поговорить блин я заметил что ты собирала мусор в бухте полумесяца до его здесь не сказать что мало это местечко особенно только гадость короче вот такой приходится подымать фу уверен что там должна была быть женщина меня никого не видела не находила что нет необычная в бухте полумесяца вот это например это шайба которая вырубила флейт что неважно она должна была носила ее собой потеряла где спасательной вышки ну теперь как я понимаю у меня улик достаточно теперь надо опять подыматься на смотровую площадку и уже оттуда так смотрительная площадка и уже оттуда пробовать говорить спать подходим еще раз к телескопу для того чтобы мы спокойно смогли от него отойти шал и так посмотрим а теперь можно отойти и так где находится уже знаешь что с ней случилось да я думаю могу собрать информацию едино хорошо давай посмотрим мы точно знаю что фейдлова в отеле мы полагаем что она пошла на глотический фестиваль у нас есть так у ее готиничном номере была листовка в йогла в номере была листовка она знала фестивале но это не означает что она была там а ее там видела шоне действительно она так сказала мы можем верить сломшоне о том что она видела пыль но что произошло после фестиваля а после фестиваля пэйт отправилась в бухту полумесяца имеешь ввиду залив который виден из отеля ты можешь доказать что пэйт была в той бухте так эмма нашла шайбу которая вырубила фэйт верно эта шайба была только у неё и так ты пошла на фестиваль затем обухту полумесяца потом спасательную вышку а после этого куда я думаю в джунгли по крайней мере это рядом с вышкой мы пошли последовая до спасательной вышки полагаем что оттуда пошла в джунгли есть у нас доказательства на спасательной вышке был отпечаток шайбы рядом ведущие в джунгли следы верно все это явные улики и очередная м счета событий выглядит логично мы узнали где она была но еще не знаем где на сейчас джунгли большие но есть человек мимо глаз которого ничто на этом острове не проскочит это я нет болван бобби губернатор острова но она сказала если бы она знала где все уверен тебе придется прижать ее к стенке провести прекрасный допрос как шерлок холм а его не джунгли неважно ну что ребята теперь я как понял мы все цепочки событий поставили воедино вырисовывается картина и как нам говорит наш об айфон надо пойти к бобби и реально прижать ее к стенке ох надеюсь на этот раз она лари не изнасилуют а иначе мы будет а не до этого и так переходим ребята в кабинет бобби а вот и мы здесь а привет бабе олари как дела так нет он теперь я знаю что фейт была в джунглях с моей помощью у нее был номер она пошла на фестиваль затем букву полумесяца а потом джунгли где их лет исчез но там я нашел тент из отеля и это еще не все что что она там вообще делала лари я думаю ты слишком все усложняешь знаешь ведь мы могли бы заняться чем-нибудь еще снова я хотел бы попробовать еще парочку штук мне очень нужно знать что случилось в чем она тебя так зацепила тропическом острове одуют легкий ветерок можно сбросить одежду разве этого мало почему ты постоянно думаешь об этой фейт сложно объяснить я должен ее найти мне нужно убедиться что с ней все хорошо ладно я не знаю где твоя фейт но у меня в джунглях была лодка на всякий случай я ей кое-что об этом сказала и теперь лодки можешь подробнее рассказать о лодке я ее ни разу не пользовалась синяя такая что синяя такая ну-ка пошлите-ка рассмотрим может быть мы ее увидим со смарт-травой площадке эту лодку лодка синяя такая блин крутой крутой модель лодки я скажу я прям в шоке еще раз подбегаем к телескопу и теперь детально надо просто искать лодку ребят синенькую такую как нам сказали я в принципе вижу это надо постараться над кунцом такой островок что у нас там же там лежит синяя лодка значит это на пляже острова махутана махутана ну ладно я понял итак выходе надо поговорить со своим телефоном итак на шаг ближе к месту нахожение вспомнишь что нам не вновь пошла в джунгли где она взяла лодку которую там прятала бобби уверена в этом ее кто угодно мог взять но вы это не знала ладно допустим это правда а просто не куда еду на лодке а на остров махутана верно мы видели там серию лодку наверняка то лодка бобби молодец лари помимо расчета вероятность нахожения хоть на острове могут 92 и 3 процента значит нужно попасть туда как можно быстрее ну я как понимаю наверно лари должен идти к лодке похоже твари нашел фэйт отлично где именно на соседнем острове значит мою теперь нужно убить меня волнует только фэйт ее алгоритм я еще немного подожду он вроде бы видел ее там но подтверждение там пока еще нет когда время придет освочиваю и применю все страшащие методы допроса еще никто не мог им противостоять валь а у тебя есть методы включающие себя использование латексного костюма такое застежную молнии нет надобности их можно стирать уверен и от крови будет легко избавиться по крайней мере другие жидкости легко отстирываются и точно тебе говорю я запомню конец связи не всегда есть возможность выбирать клиентов блин я хотел сделать быстрый переход я часть диалога немножечко у меня на запись а не попал а ну ладно я как понимаю надо идти к своей лодке к своему плоту или плату тот который мы с нашим двигателем от вентилятора собрали мне интересно как вентилятор будет работать там же аккумулятора нету ничего нету но мы по-любому должны уже наверное отправиться но отправимся мы ребята на следующий остров уже в следующей серии потому что эта серия подошла к концу до встречи в следующей серии и всем пока до встречи в следующей серии